ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире программа Тайм-Аут в студии Евгений Роков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошедшую субботу, 6 октября, прошли игры последнего тура чемпионата Эстонии по футболу в Лиге Мастеров, которые окончательно и официально расставили всех на свои места. На финиш сезона 2010 Курсара одержал дома важную для себя победу над Тульиком 4-2. Наймикалев победил Лотус 2-0, Левадя разгромила Тамику со счетом 6-0, Флора на выезде была сильнее городской команды Пайде 4-1, а Нарватранс допился победы в принципиальном матче против Селомяевского Калева со счетом 2-1. В итоге чемпионом 2010 после долгого перерыва, набрав 91 очко, стала Таллиннская Флора, ведомая в этом сезоне молодым тренером Мартином Реймом. Левадя, сдавшая образы своего чемпионского управления, заняла второе место – 86 очков, а бронзовым призером уже по традиции стал Нарватранс – 76 очков. Лигу Мастеров покидает Лотус из Кухлоярви, а Куросары предстоят переходные игры, занявшим второе место в первой лиге футбольным клубом «Тамми Авто» из Кивили. После окончания Идовирунского дерби мы задали пару вопросов по итогам сезона президенту футбольного клуба Нарватранс Николаю Бурдакову. Не получилось многое, и те мысли, которые были перед сезоном, все-таки они не до конца воплотились в жизнь. Но главная задача – все-таки быть в призерах, она выполнена, поэтому это, наверное, немножко радует, что мы на протяжении последних лет, как минимум третья, и в этом году в непростой ситуации, в непростой обстановке, в которой она была, нам удалось все-таки доказать, что мы по праву заняли третье место. Прошедший матч в Нарве был посвящен памяти ушедшего на днях и жизни патриарха Нарвского футбола и хоккея, заслуженного тренера и почетного гражданина Нарвы Валентина Борисовича Шидловского. В турнире Эстонской хоккейной лиги 2010-2011 в группе Ида Вирума в воскресенье 7 ноября в Нарвском ледомо-холле состоялась встреча между командами Нарвского хоккейного колледжа ПСК и Норус Энер Эст, в которой победу с разгромным счетом 13-1 одержали хозяева льда. У нарвитян по хэт-трику на свой счет записали Александр Сопрыкин и Александр Богданов. Последний с 22 очками, 16 заброшенных шаг и 6 передач возглавляет список бомбардиров лиги. Субтитры создавал DimaTorzok На прошедшем в Новой Зеландии чемпионате мира по академической гребле двойка парная в составе Аллара Рая и Каспара Таймса заняла в итоге 8 место, а Тыну Эндриксон был девятым в соревнованиях лодок-одиночек. На прошедшей неделе в Нарвию побывал олимпийский чемпион и член Рики Кугу Эрки Нол, который встретился в приграничном городе с представителями местной спортивной общественности. В программе Тайм-Аут также удалось побеседовать с легендой эстонского спорта. У нас очень много такое, что говорит, чтобы государству нужно начинать зарплату платить за дренеров. Я думаю, что очень нереально, потому что у нас побольше, чем 3,5 тысячи дренеров, у них все очень разный уровень. Но я сам думаю, что в первую очередь и за государство самое дешевле тоже, но что помогает самое побольше спорта. Это как-то государство, городское правительство или что угодно, кто платит ренту спортивной площади, стадионов, манежи, это с англой. Что я хочу сказать. У нас сейчас ситуация, что 11, 12, 13, 14, 15 лет и когда мы посмотрим, кто выступает в Олимпийские игры в 2020 году, они сейчас 11, 12, 14 лет. Когда они начинают тренироваться каждый день, тогда нереально, что эти ребенки выступают в Олимпийские игры. Нереально. А когда мы посмотрим в Тайлинне или, конечно, разные города, Эстония, немножко разные, когда мы положим два раза за неделю ренту, это для родителей нереально платить. Это без зарплаты тренера. Но я думаю, что это самый первый вещь, что нужно менять. Второй. Сейчас мы не увидим очень хорошую квалификацию, новые тренеры, кто закончит университеты сейчас. Университет очень много. Нужно положить немного другой уровень. Потому что когда у нас нет умных тренеров, тогда тоже будущее нереально. Потому что сейчас я тоже увидел сам нарвозских тренеров. У них есть свое знание, но они получили где-то в России очень хороший университет. Или в Тартуске, или в таком году. А сейчас новые, кто сейчас 20 или 23 лет, они пойдут университет три года. Потому что у нас спортивный конгресс будет 11 ноября, чтобы когда мы сделаем у спорта план, когда я хочу выиграть Олимпийские игры, тогда уже четыре лет перед, или пять лет, или два лет перед. Олимпийские игры у меня есть какой-то тренировочный план. Я думаю, что у нас нужен тоже какой-то план в Эстонии, что мы будем со спортом получить через 10 лет, или 15, или 20 лет. Ясно, долгосрочно. Да, потому что тогда мы знаем, какие-то ресурсы мы положим в нарвозских спортов, или в итальянских спортов, или в тартуских спортов. Потому что тогда мы знаем, что нарва есть традиции, футбол, хоккей, креблидом, и так далее, и так далее. Когда мы хотим, что нарву, кто-то встуду поедет, в Симной Олимпийские игры, ну, скажем так, тогда у нас нужно знать, что нужно следу с 10 лет сделать. Когда мы не сделаем оцену сюда. Я думаю, что это цель, что мы сделаем в Эстонии, чтобы дети за улицей, это уже, ну, в Талинне где-то 25 лет занимаются какое-то движение. Но это не помогает. У нас, когда мы заключим телевидение, начинаем смотреть Олимпийские игры. Тогда мы уже медали. Тогда эта идея не работает. С вами была программа «Тайм-Аут». До встречи в следующий понедельник. «Тайм-Аут». Каждый понедельник. Все об эстонском спорте. На канале ТБН Балтия. Каждый понедельник. «Тайм-Аут». «Тайм-Аут». Продолжение следует...